1990 год. Идёт отбор обязательных произведений на четвёртый всероссийский конкурс, который проходил в городе Борьков. Я представляю Борькову. Это стекционное произведение. И тогда ещё Ираина Ерукина, я помню, сидела как раз, ну она была членом нашей капитаны. Вот. И когда я сам играл этот комплекс, и я его тогда очень неплохо сыграл. Сейчас я просто объясню, что здесь очень важно. И она мне говорит потом, и его выиграли, Борькова выиграли. Она говорит так, что это же как бы, ну что же вы, такой, ну это же тут особо-то и ничего такого сложного-то нет. Я говорю, смотрите, вот если у вас такое впечатление, что всё так два не перейдёт, то тогда нет. И вот потом, когда у меня участница играла, у неё уже была студентка, и вот эта студентка потом играла на комплексе в Борькову. И вот она ко мне потом спросила, говорит, да, вот сейчас я, ну она играла, у меня были слышны переходы из позиции в позицию. Вот, вот сейчас вот я поняла. Потому что в данном случае тоже, в общем-то, представлен приём дуэтной игры, но он представлен немножечко в другом аспекте. Здесь идёт мелодия, и внизу идёт такой колеблющийся, такой, ну, дышащий аккомпанемент. Вот, есть некоторые ребята-домристы, которые, вот я вспоминаю, Кокотина, Китя Амельченко, которые играли как на скрипте. Тра-тра-тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот. Но это, конечно, на наших жёстких столах всё-таки достаточно сложно. Вот. Хотя, недавно вот у нас работает скрипач, да, Евгений Лаионов, в нашей академии, ученик фиктенгольц. И он, он сделал обработку, печатной скрипке, из продукции Чагаш, вот, и очень заинтересовался Барканова. Он думал, что это второй такой. Вот это я услышал. Вот это я услышал. И он очень хочет сделать для скрипки это произведение. Он говорит, а можно я сделаю вот этот колеблющийся аккомпанемент, такой вот как револирующий эскизу. Я говорю, конечно, можно, но там все-таки на скрипке струночки, их не надо прижимать силой. Поэтому здесь, конечно, устаёт рука, и поэтому я сам всегда играл именно так, как прописано. Играет музыка 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 и инфляционная, она должна быть, ну как бы, она должна быть прямо, ну не то, чтобы прямо наступить вот на голову, а стык, вот неожиданно, это должно прямо вот успокоиться, вот такой и сразу он, ужаский. Да, спасибо, вы помните этот фильм о Паганини, болгарский фильм, когда он, когда Паганини начинается, фильм, когда он умирает, вот, умирает, и на его скрипах пришли описывать имущество в это время, ну это действительно по книге, там пришли описывать имущество, потому что он же, там огромные были долги, но это целая история. Там вместе, там с каким-то казино, там какую-то историю, там его очень суровую втянули, Паганини, это было там, какой-то авантюр, и у него там чуть ли не описывали имущество, и скрипка, там показано, как на скрипку этот судебный исполнитель ставит, этот, опечатывает, и вот вместе, вот с этой печатью звучит как раз из четвертого, по-моему, концерта, там сразу корр такой, очень, вот, и мне хочется, чтобы это как раз у нас сразу так и вот, как раз у нас сразу Простов, да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Из середины. То есть, ну, понятно, что есть понятие динамическая реприза. И бывает фактурная динамическая реприза, как, например, вспоминая вторую часть лунной соната Витковина, вот когда триолички из серединки переходят. Вот триолички пошли на фоне вот этого мерцающего, как говорится, мелодии идет. А здесь именно эмоциональная реприза может быть очень такая страстная за счет того, что была перед этим середина. То есть, вот в этом плане я контрастирую с первым, с проведением первого, вот этим благостным, прекрасным проведением Владимира Королева. Но вы по-другому пошли пути. Вы видели, как сына, народ, как воспоминание, как ностальгия. И это тоже нормально. Это очень хорошо. А потом мы вышли уже, так сказать, вот эту кульминацию. Вот. Поэтому здесь два варианта. Или можно играть ее страстно, репризу. Но, конечно, я бы играл ее не так, как она идет в первый раз. И вот не так. Вот что-то должно там произойти. Потому что или пусть она будет достатической, или пусть она будет очень эспрессивной, страстной. Такой, вот именно взяв эмоциональность и взяв вот этот вот заряд из средней части. Так, и, ну, в принципе, вот основная задача Катерина Николаевна выполнила, потому что она действительно очень хорошо играла, играла тему, и было незаметно аккомпанемент, и если они шли, вот просто мы наслаждались. Не было вот этих швов, которые это, в этом была основная трудность крайних частей. Продолжение следует...